Верочка, ничего тебе не принесла сегодня, нет, ничего вкусного не принесла дома. 12 февраля 2020 года. У нас светает, тепло, лужи. Ночью, всю ночь шел дождь. 13 февраля 2020 год. Третий день все тает, капает, дождик идет. С завтрашнего дня обещают минусовую погоду. Подмораживать начнет, а то уже даже лужи. Что-то все такое аномальное, непонятное. Пошла птичек кормить и котят капает. Сколько там? Плюс 2 градуса. Да. Ну ладно, пойдем. Снег с крыш съезжает, такой грохот стоит везде. Особенно с железной крыши. Ну чего, сытые? Вчера рыбы наелись, кусками нахватались. Сегодня есть не хотите, да? Ну ладно, главное не голодные. Поздоровалась, пришла, посидела и пошла. Ягод пришла. Что, кушай, ты не будешь что ли? Эй, матрешка. Пошла, пошла. Ну ладно. Самые голодные остались. Жвучки набивают. Все, что, еще один наелся? Кш-кш-кш-кш-кш. Кш-кш-кш-кш-кш. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Спасибо, ты будешь говорить? Эй. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Ой, весь такой внимательный. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Спасибо, ты будешь говорить? Матрешка. Могиловой. Что-то выглядывает. Бдит. Ну, вот, молодец. Спасибо, надо говорить. Ну, теперь можешь идти отдыхать. Ну, а тут только шумок стоит. И чавканье. Ну, ладно, кушайте. 13 февраля 2020 года. Продолжаю посадки цветов. Сегодня я буду сеять львиный зеф. Такие сорта. Мадам Бартефляй. Вот такие. Сейчас я почитаю про них. Львиный зеф-ф-1 гибрид. Мадам Бартефляй с крупными макровыми азалиевидными цветками. Уже многие годы является одним из безусловных лидеров рынка. Растение формируют кустом высотой 60-75 см. В диаметре 35-40 см. Цветки с приятным ароматом. Собраны в прямостоячие длинные изящные кисти. Так. Разных окрасок. Ну, тут как садить, я расскажу сейчас. Уход обычный. В общем, это растение будет до 80 см. Мадам Бартефляй. Так. Количество семян. 10 штук пачки. Вот у меня 2 пачки, значит будет 20 штук. Вот они сюда будут у меня посажены. Так. Здесь семена 20 штук. Львиный зев. Лабели. Отличается не только характерным широко открытым цветком, но и очень ранним началом цветения, через 30 дней. Ну, вот это мне как раз и подойдет. Самое то будет. Эти будут попозже. Эти будут пораньше. Характеризуется чрезвычайно прочным стеблем и большим количеством базальных ветвей первого порядка. Волны цветения продолжаются почти непрерывно с небольшим промежутками. Неприхотлив. Позволяет производить компактную транспортабельную цветущую рассаду. Ну, и тут как сеять. 20 штучек. Второй будет здесь у меня расти. Так. Здесь будет номер 3. Это Текила Санрайз. Так. Текила Санрайз. Будет у него высота 60 см. В диаметре цветка 3,4 см. Почитаем про нее. Специальные смеси для любителей необычного. Ароматные цветки удивляют широко открытым зевам. А все растение темно-бронзовое листво. Значит у него будет декоративное бронзовое листво. Листья служат отличным фоном для плотных соцветий, ярких, солнечных оттенков. Растения среднерослые, хорошо окустящиеся высотой около 60 см. Пышные кусты прекрасно смотрятся в садовых цветниках. Пригодны для контейнерной культуры и на срезку букеты. В вазике стоит 2 недели. И распускается до последнего бутона. Понравившиеся растения можно сохранить зимой в непромезающем помещении и черенковать весной. Ну вот, что и требовалось доказать. Это как раз тот вариант, который можно будет оставить в горшке в погребе. Так, в смесь входят белое, красное, желтое, оранжевое и розовое по 20%. Так, в этом пакетике семена не штучные, а в граммах. 0,1 грамм и до 2022 года. Значит, этот пакетик один я убрала обратно в холодильник для следующего года посадки. Ну, вот такие сорта будем мы садить. Этот я буду формировать. Он как самый низкорослый. Ну, как самый низкорослый, до 60 сантиметров. Ну, только что пишут, что он как барана зацветает в течение 30 дней. Ну, и он будет большой куртиной, и его надо будет пинцировочку делать. Значит, после пятого листа одну пинцировку делать, потом вторичную пинцировку делать. А каждая пинцировка задерживает цветение примерно на неделю, на две. Значит, он зацветет у меня в обычные сроки. Просто я буду его формировать, чтобы он был большим кустом. Вот так вот, такие посадки. Сейчас немножко почитаю про антириум. Антиринум. Цветы в вашем саду. Не будем, чтобы не быть голословными. Что пишет литература у нас об этих цветах? Так. Переведем на цветочки, чтобы не скучно было. Род антириум. Насчитывает около 50 видов растений, среди которых встречаются кустарники и вьющиеся виды. Ой, хоть бы раз посмотреть на вьющиеся виды. Так. Из них львиный зев. Антириум большой. Единственный вид, возделаемый в культуре. Львиный зев. Многолетние растения. Культивируемые, как однолетние или двулетние. Двулетние это на юге культивируют. В природе распространен в Южной Европе и Северной Африке. Стебель прямостоячий. Нижние листья супрактивные. Верхние очередные. По форме от ланцовидных до овальных. Соцветия многосторонняя кисть. Цветки различных размеров и форм. Простые или махровые. Самые разнообразные краски. Белые, желтые, розовые, ярко-красные, темно-красные, лиловые, а также пестрые. Синих или там голубых расцветок нету. Хотя там где-то я читала, что, мол, вывели. Но, по крайней мере, я не встречала. И ученые тоже говорят, что нет таких цветов пока еще. Так, в настоящее время насчитывается около 800 сортов. Их разделяют на несколько типов. Крупноцветные, исполинские, высотой свыше 90 см. Пригодны лишь для срезки. Крупноцветные, среднерослые, высотой до 70 см. Пригодны для срезки и оформления. Низкие, высотой до 40 см. И карликовые, высотой 12-20 см. Всего лишь, до 20 см. Сорта двух последних групп, пригодны для оформления и продажи в горшочках. Так, тут перечисляют сорта, которые можно садить, предлагают. Так, возделывают антирину рассадным способом. Рассаду выращивают семян. Семена на рассаду высевают в феврале-марте, так как всходы развиваются долго. Семена карликовых сортов сеют попозже. Посев проводят в ящики, после чего их содержат при температуре 20-24 градусов. Высокие сорта пикируют два раза, низкий один раз. Пикировку проводят в ящики или торфоперегнойные горшочки, которые помещают в парник. После последней пикировки растения прищипывают над 4-5 листом, чтобы они пустились. Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают к солнечным лучам. Иногда семена на рассаду высевают непосредственно в открытый грунт под зиму, как и астру. Для успешного выращивания антириума на срезку необходимо открытые солнечные участки с пародродной почвой. Средний по механическому составу по H6-8, это слабо щелочная. На постоянное место его высаживают после окончания заморозков. Молодые растения не выдерживают заморозки, а взрослые до минус 5 уже выдерживают. Растения высоких сортов размещают на расстоянии 50 см друг от друга, средних 30 см, низких через 20 см. Уход включает систематический полив и две подкормки. Первую применяют через 2 недели после высадки в открытый грунт. Вторую в фазе ботанизации. В первую подкормку используют азотные удобрения 6 грамм на 1 метр квадратный. В граммах указано. Ну это значит на 10 литров 6 грамм разводить и на 1 квадратный метр в ведро выливать. Во вторую азотные и калийные уже в смеси. Соответственно 2-3 грамма азотного удобрения и 4-5 грамм калийного удобрения. Смесь сделать и поливать на 1 квадратный метр. В срезке антиринум большой сохраняется до 10-12 суток. Ну вот это у нас написано в книге. Так, а теперь чего я нашла в литературе помимо этой книги. Так, будем на картинку смотреть. Так, семейство подорожниковых. Травянистые растения до 1 метра высотой. С приятным ароматом. Цветы по форме напоминают собачек. Есть форма с декоративной листвой. Ну вот как мы здесь и убедились. Будем сорт садить с декоративной листвой у нас. Махровыми цветками разнообразной окраски и высоты. Соцветия в виде колоска. Цветет все лето. До заморозков. Многолетние растения. Есть, ну тут опять же снова перечисляются у меня. Так. Есть исполины, которые сорта достигают до 1 метра 30 сантиметров. Но это вообще такое даже никогда не видел. Хоть раз был посмотреть на такие растения. Разводить лучше рассадой. Низкоростые сорта зацветают быстрее. Может размножаться самосевом. Призимовав под снегом. Высокие сеть в феврале. Низкие до 15 апреля. Место солнечное. Без застоя воды. Защищенное от ветра. Земля слабо щелочная. С добавлением песка и перегноя. Рыхлая плодородная. Посадка слегка. Уплотнить землю и посеять поверхностно. Слегка прикрыв семена почвой или песком. Увлажнить и накрыть пленкой. И поставить для прорастания на свет. Температура 21-24 градуса. Нуждаются в досвечивании, если день короткий. Досвечивание должно быть 12 часов. Общей сложности день. Продолжительность дня должна быть 12 часов. Следить за влажностью. Не допускать высыхания почвы. Если земля пересохнет, то семена не прорастут. Уже будучи набухшими. Значит, можно испортить весь посев, если земля пересохнет. Через 10 дней начнут прорастать. Не переувлажнять. Могут подвергнуться черные ножки. От черной ножки я подсыпаю поверх почвы. Сначала я стерилизую марганцовкой. Раствором проливаю. Через 2 дня я начинаю посев. Вот у меня пролита марганцовка. Сейчас буду посев делать. А потом, чтобы черная ножка мало ли не заболела, перестраховываясь сверху, припудриваю золой. У меня пока бухнуло черной ножкой. Так. Хорошо переносит пересадку в раннем возрасте. Для лучшего укущения и прищепления. Рассаду оберегать от прямых солнечных лучей. Подкормки совмещать, полив. Рассаду подкармливать, совмещая с польем. Закалять рассаду, выдерживать коротковременные заморозки. Это уже взрослое растение до минус пяти. Как коротковременные заморозки выдерживают. От переизбытка влаги может заболеть ржавчиной. Значит, от ржавчины 1% бордоской жидкостью. Ну, а вредители там, как и у всех растений. Так. Обычный львийный зев. Приятным запахом обладают сорта с желтыми цветками. Используют в народной медицине растения львийного зева. Но они, эти растения ядовитые. И потому на официальной медицине их не используют. А используют только в народной медицине. Самые популярные сорта видов большого. Ампельная и твинни. Твинни это махровые сорта. Имеют крупные махровые цветы. Гибрид F1. Ампельная. Разновидность большого львийного зева. Достаточно редкий гибрид F1. Предназначен для выращивания в корзинах. Я его никогда еще не встречала. Не попадались мне такие семена. Он не стоит и образует бороду длиной сорок восемьдесят сантиметров. Красиво выглядит наверно будет. Если восемьдесят сантиметров свисающая часть цветущая будет. Так. Про семена хочу сказать немножко. Семена сохраняют схожесть у львиного зева не более трех лет. И то при хранении в холодильнике. По сечениям трех лет. Так. Собирают их только после полного созревания. Когда коробочки становятся серо-коричневые. Так. Срезают соцветия. Раскладывают по поверхности бумаги. Либо же в подвешенном состоянии. Надевая наверх кулечек. Которые семена высыпаются. Разложить их. Просушить. Просушенные убрать в холодильнике. Хранить при температуре плюс пять градусов. Чтобы они не теряли схожесть. Так. Как многолетники. Раньше у меня цветоводство ходило. Я читала там. Как в теплицах выращивают для срезки. Вимизев. И очень довольно таки интересно. Так что их можно тоже. У нас почему-то мало их используют. Но вот. Как северный вариант. Наверное можно в теплицах выращивать. Для срезки. Тем более если они в срезке стоят до двух недель. Такие тем более современные сорта красивые сейчас. Почему интересно не используют. Так. Как многолетник сразу оставлять дома. Для выращивания в контейнере. Весной черенковать при отрастании. Когда черенки окрепнут. Теплицах выращивают на срезку. Как многолетник. После охлаждения. И покоя растения снова отрастают. Дают побеги. И цветут. Так. Срезают на черенки. И укореняют черенки. Весной. Так что тут. Перспектива хорошая в принципе. Это считая вторичное цветение. Мало того. Так еще и черенковать можно. Экономично получается. Взрослые растения. Выдерживают заморозки до минус пяти. Зацветают. Растения в первый год. Из рассады. Так. Уход. Почва щелочная. Поливать по корень. Не на растения. Потому что. На листьях. И все растение покрыто. Мелкими ворсинками. Во избежание заболеваний. Посевы не пересушивать. Если пересушить семена. Могут не взойти. А то про семена. Я уже читала. Корневая система у взрослого растения. Плохо восстанавливается. При пересадке. И высаживании. Сохранять ком земли. Высота горшка. Должна быть. Не менее 10 сантиметров. Потому что. Корни у них. Распространяется глубоко. У львиного зева. При пикировке. Растения садить. Не заглубляя. Ну вот. Так. Немножко почитала. Про эти растения. Я их сажу каждый год. Но вот. Высокие у меня. Прошлый год не успели зацвести. А вот. Мелкие. Вот такие. Вот беленькие. Успелы зацвести. В прошлый год. Вообще. Лета почти не было. Лета. Ну что. В общем. Посею я как. Припорошу. Песочком. Чтобы корешкам. Потому что посев почти поверхностно. Немножко присыпать я буду песком. Ну вот. Так. Здесь у меня. 10 штук. 12 штук. Значит. По 5. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. Одиннадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Жел ME peso. Условно их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разделю пополам. Первой половинкой будет у меня вот этот посеян. Две пачки эти. А во второй будет посеян вот этот 20 штучек. Распределю их по луночкам и припорошу песочком. Вот так выглядят семена. Такие они маленькие. В таких кулечках Мадам Бартефляй. В таких кулечках. Так, здесь у Лабелли в таком кулечке, герметично. И этот текила. Здесь достаточно много семян. Много будет рассады. Сюда я буду садить. Ну вот, приступим к посадке. Сейчас я их разложу. Эти в эту сторону, эти в эту сторону. Ну, а этот полностью сюда рассыплю. Еще вот для начинающих я хочу маленький совет дать. Вот здесь инструкция о посадке посажена, да, как садить. А вот так вот, если пакетик разрезать, получается маленькая книжка. И здесь все записывать о выращивании этого растения. Чтобы мало ли чего, ну, чтобы записи лишних не делать. Взял пакетик, раскрыл и посмотрел. Когда ты посадил, чего ты делал, когда засвел, в какой срок. Все сюда вносить. Это будет как памятка и очень удобно. Потому что в каждой местности разные климатические условия, разные температуры. И растения развиваются очень, отличия большие. И сюда вносить. И потом, на следующий год вы уже будете знать, какие сроки вам удобнее садить, чтобы, например, зацвели пораньше или еще что-то, глянули, заглянули, прочитали и будете знать. А то пакетик такое место много не занимает. Это получается как мини-книжечка. Такой вот. И потом подкорректировали вы, например, здесь написали один год или здесь написали один год, а на следующий год вы уже записали здесь, чтобы вы уже корректировочку сделали, что вам не понравилось в этом. Здесь вы уже записали, как вы будете. Только надо эту осенью запись сразу делать, чтобы не забыть. И все изменения занести сюда уже, на вторую страничку. Будете уже ориентироваться по своим записям. Когда вам садить, как растение развивается, какая погода была. Ну и все тонкости. Я раньше так делала. Сейчас мне, конечно, это журналы, мне удобнее с журналами. Ну, а раньше вот так делала. Ну вот, высыпала я семена. Семена довольно-таки мелкие. Сейчас возьму зубочистку и буду зубочисткой сеять. Вот столько 0,1 грамме семян текила. Вот столько. Почему я делаю в ямочке сажу, потому что у меня конкретно видно уже, где у меня семена разложены. Сейчас я песочком подсыплю, из пульверизатора увлажню. Одену кулек целлофановый и будут они у меня прорастать теплее. Вот так же и здесь у меня тоже ямочки сделаны. Потом рассаживать удобно. Брать прямо вот ложечкой или чем-нибудь, или ножичком, или палочкой деревянной. И прямо этими гнездами рассаживаешь. Нужное количество оставляешь, а какие слабые убираешь. И обязательно при посадке надо, чтобы глубина, хотя бы 3 сантиметра была горшка. Чтобы было куда в корневой системе развиваться. И сверху, чтобы был как мини парничок, обязательно 1,5-2 сантиметра оставлять расстояние до пленочки. Чтобы было где им первое время развиваться под пленкой, как в парнике. А потом, когда уже настоящий лист разовьется, пара листов настоящих, тогда пленочку можно будет уже снять, приучать уже к сухому воздуху квартиры. Ну вот сейчас я буду сеять. Буду тут семян много, буду сеять пальчиком влажным. Поехали. Ну вот что зайдет, то зайдет. Потом проредим, рассадим. Поделимся с соседями на даче. Если зайдет хорошо. Поделимся с соседями на даче. Ах... 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 Удивишься. Ах- Ах... Ах- Ах- Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, сейчас мы их смочим Присыпем песочком Тонким слоем, чтобы сохранялась влага Один миллиметр достаточно Рядочком прямо так просыпаю Ну вот, если хорошие семена Значит через неделю должны зайти Может даже еще и раньше Денем сейчас кулечек целлофановый И поставим в теплое место на проращивание На подоконник Чтобы черная ножка не развивалась Припорошу золой Им нужна щелочная среда В почве Ну вот, подсыпем немножко Это будет и подкормка И предохранение От черной ножки Сейчас наденем кулечек Песня Песня Продолжение следует... Продолжение следует...